Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это, мне кажется, долгожданное возвращение нашей карьеры за Манчестер Юнайт. Это у нас была неделя карьеры за игрока, ну а сейчас мы с вами продолжаем в нужное русло, точнее не в нужное, а в то, какое у нас было. Возвращаемся, сегодня у нас старт английской премьер-лиги, у нас три матча сегодня, это против Вест Бромвича, против Кристал Пелоса и против Лестер Сити. А что насчет трансеров? Вы вообще никак особо, я не увидел вашей активности по прошлому ролику, так что нужно это исправить, обязательно поставьте лайк, вначале об этом сразу вас попрошу. И давайте я сразу же поменяю сложность с профессионалом на лучшего игрока, будем здесь немножко так осваиваться на этой сложности, думаю, на профессионале мы бы всех обыгрывали, поэтому так будет, мне кажется, получше. Что насчет команды? Я понял, что не надо два состава, это я уже сам понял, это не FIFA, здесь нужно играть один, если что-то где-то, кого-то переставлять иногда. По игрокам Смолинга я выставил на трансфер, из-за того, что он сильно возрастной, ну и остальных там тоже парочку игроков, которых мне, как показалось, они будут лишними в нашей команде, мне нужны только те. Примерно, ну, в команде у меня должно быть 22 футболиста, каждый на каждую позицию одного игрока менять должен, ну это логично. Поэтому пока что сейчас от некоторых мы поизбавляемся здесь, надеюсь, в сегодняшнем выпуске у нас тоже некоторых заберут игроков, мне так легче их, могу их, буду видеть. Вот, поэтому, ну вот так вот примерно у меня будет выглядеть скамейка запасных. Кому что не понравится, обязательно напишите об этом в комментариях, все прочитаю, могу вот даже, например, вместо Мак Томи Ней взять Андроса Перейру на сексу, потому что у нас все-таки два атакующих полузащитника в расстановке. Ну и мы начинаем матч сразу же у нас против Уэст Бронвича, сейчас будет кассцена, скорее всего. Да, Райан Гиггс пообщается сейчас, у клубовой сбороны очень сильно став, но это не значит, что их нужно бояться, сегодня болельщики будут поддерживать нас изо всех сил, так давайте же их порадуем, давайте без проблем. Я верю в свою команду, в этом сезоне мы впервые выступаем перед домашней публикой, поэтому сделайте все, чтобы поклонникам понравился этот матч, помните, надо навязать сопернику свой темп. Ну это мы, я надеюсь, обязательно выполним. Верю все-таки, Манчестер и Нейдет, великая команда, и верю, что у нас все с ней получится. План игры, быстренько еще посмотрю у Уэст Бронвича. Мне кажется, всех игроков мы здесь обходим. Джонсон, кстати, это не бывший ли игрок Манчестера и Нейтеда? Вот это мне, кстати, интересно. Что еще? Робинсон, не знаю, Филлипс, Робсон Кану, Аустин вот этот и все. Остальных игроков я вряд ли бы узнал у Уэст Бронвича, поэтому поехали, сразу же начинаем. Итак, Олд Траффорд, замечательный стадион. Ой, как же здесь еще и болельщики-то подготовились. Премьер лига. Мы готовы сегодня. Трибунка интересная. Первый матч вроде вообще на Олд Траффорде играю. Замечательно, как все здесь классно и красиво проработано. Болельщики действительно готовы сейчас поддерживать нашу команду. Сейчас мы глянем, от чего отталкиваются, точнее так. Так, где можно мне сейчас поменять сразу же настройки, дополнительные стили игры. Мне, например, абсолютно не нужны атакующие защитники. Поэтому выключу скопление в штрафной. Тоже зачем? Как-то вообще не посмотрел здесь, так что я пока что это отключу. Мне это не надо. Просто пойдем в атакующую. А после матча я уже там поставлю свои тактики. Я подам, наверное. Потому что здесь очень тяжело. У-ю-ю-ю-ю-ю. Что сейчас Ван Дебек-то творил? Ван Бисака. Ван Дебек. Не успевает, не успевает отдать передачу. И все. И Ван Дебек. Ой, ну снова голкипер. Потащил его удар. Еще один удар от Ван Дебека. Три удара Джонсон. Потащила. Попытаться сделать. И Бруно. Не забивает. А вот это вот обидно. Сейчас просто выход Бруно надо было в ближний, наверное, пробивать со всей силы. Ну и все. Ну заслуженная потеря очков у нас не реализовали свои моменты. Все на этом. Джонсон лучший игрок матча. Думаю заслуженный. Три удара от Ван Дебека он потащил. Ну а после первого тура мы на десятой строчке. Единственное мы, я так понял, две команды, которые сыграли в ничью в этом туре. Итак, открытие лиги глава 2. Свести первый матч сезона с Вестбромничью. Ничью было нелегко. Реакция Пресса и Брельщиков оказалась положительной. Так держать. Это и есть наша цель. Мы сейчас не собираемся сбавлять обороты. Ну хотя бы не прилетело нам от руководства. Так, дальше у нас переговоры с моей, причем командой. Ну давайте. Кто там? Туанзеби. Давайте принимаем мы. Все. Туанзеби уходит в аренду. Это все это единственное, да, я так понимаю, было. Так, я бы сейчас бы зашел бы все-таки действительно в план игры. И сделал бы свой второй состав. Вот здесь бы я бы его прямо сейчас бы выстроил. Слева у нас Уильямс. По центру у нас Баи. Смолинг. Справа Долот. Дальше у нас в полузащите, но скорее всего у меня Мактомин, если что, вдруг на Пагбу в замену. Примерно так. Дальше Андреас Пирейра. Это пока что. Ну и Фредо. Потому что, не знаю, вряд ли бы я играл, если у меня просто есть два хороших игрока, почему бы их не поставить на их позиции. Если кто-то из них травмируется, я перейду в два ЦПЗшника. Вот. Так что это вот сюда. Эланга. Ну вот и Гало. И Джеймс. Если я Джеймса вместо Грину доставлю, рейтинг не меняется, поэтому давайте я дам шанс Джеймсу сейчас. Все. Остальные, ну отсюда Кранта тоже уберу. Ну, вот мать еще, просто чисто для рейтинга сюда поставлю. Вот он мой второй, можно так сказать, состав. Ну, правда, здесь 12 игроков, не суть. Отсюда у меня уходит уже несколько футболистов, поэтому мы еще пока что ни с кем сильно не ведем переговоры из этих. Ну, вот Пирейру вроде как хотят купить сейчас, либо в аренду, я не помню. Сейчас мы глянем. Да, вот они, как здесь я их выстроил, так они и здесь. Замечательно. Андрес Аперейру, да, в аренду, поэтому мне бы следовало бы найти работу скаутов, добавим сейчас. Так, там что у меня? Регион не указан, ну и замечательно. Позиция мне нужна определенная, АПЗшника места нет, на что обратить внимание. На подъеме, наверное, бюджет пропустим. Пусть кого-нибудь хорошего, хотя на подъеме мне вряд ли нужен. Не знаю, честно. Давайте на подъеме доставим, потому что это все-таки замена Андрес Аперейру, а не в стартовом составе, я что-то собираюсь изменять. Сообщение Туанзебе, Минги уходит, Галбрайтон уходит и Хуан Матто ушел. Замечательно. Вот такие вот дела. Поэтому мы продолжаем дальше. Итак, там товары, кстати, приходят из Бенфики в Челси за 7 миллионов. Моя команда, ну поехали. Так, 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 я смотрю, да, по Андрес Аперейру. Ну ладно, давайте согласимся, в Бернли все-таки интересная тоже команда. В аренду мы отдаем Андрес Аперейру, теперь нам нужна хорошая замена для него, тоже именно молодой игрок. Так, Мелора, давайте повторные переговоры дадим. Ну, 180 и на год изменим, потому что, ну зачем на полгода футболиста гонять туда-сюда? Он пока свыкнется, надо больше, естественно, времени. Я пока что жду, пока мне найдут замену для Андреса Аперейру. Аперейры. Офис главного тренера, да, об уходе игрока Андреса Аперейра, да, покинул наш клуб. Он будет теперь за Бернли, которые, кстати, выиграли свою первую игру в лиге. Поздравляем их с этим. Ну, я думал, прям сразу сейчас к матчу, нет, все дни переговоров у нас, мы только общаемся. Так, работа скаутов, отлично. АПЗшника нам нашли. Мэрисон, да, вот он, вот он, вот он этот игрок. Манчестерин, это действительно хотел его, я прям сразу сейчас начну общаться с Лестером. Шансы на успех высоки, да. Это прям топовый будет, мне кажется, трансфер сейчас. Три игрока, ой, три года поставлю. И немножечко постараюсь сбавить, все-таки раз и клуб согласен, то давайте по две полосочки за все сделаем. Вот это, думаю, они согласятся. Ну, если и подниму, то это ненасильно будет. Видно. Ну, круто. Нашли нам хорошую прям замену. И посмотрим. Иногда я его, действительно, я буду выпускать. А Мелора. Все, они согласились. Бристоль Сити. Мелор у нас переходит туда. В аренду. Все, больше у нас никаких нет у игроков. Ну, и переводим время. Так что без трансфера мы уж точно не уйдем. Я уже думал, сейчас нет, нет. А тут неплохо так. Так, из Ноттингема Фореста переходит в Брайтон. Б. Сох какой-то игрок. Желаем ему, естественно, удачи. Смолинга, вот. Смолинга в Нью-Кассел хотят у нас купить. Я выставил Смолинга на трансфер. Из-за того, что у него карьера идет на спад. Сейчас именно из-за возраста. Поэтому, почему бы и нет. Давайте, давайте, давайте. Поболтаем. Вот, 16-400. Попросим за него. Ну, и тогда у меня есть хорошие центральные защитники. Но надо все равно на будущее. Я буду СЗЖ никогда, местность нет. И на подъеме. Вот. Именно молодых игроков, которые прямо сейчас раскрывают. Саюнсу, например. Почему бы и нет. Я бы хотел его подписать. Сейчас посмотрим. Я не знаю, получится ли у меня с первой попытки правильно найти его. Написать. Вот. Саюнсу. Вроде так он пишется или нет. Я сейчас понял. Не так. Опять поиск. Значит, там не вот так вот примерно, да? Так много прям игроков. Наверное, легче было через Лестер-Сити там. Так. Клубные команды. Так. Премьер-лига. И в Лестере он играет. Поэтому сейчас бы мы бы забрали бы абсолютно лидеров. Вот он. Ну да, я правильно, кстати, писал с первой попытки. Но там у него, о, видите, по-другому. Поэтому тоже подам давайте заявку сейчас. Клуб не желает. Угу. То есть здесь прямо за него бороться надо и побольше давать. Ну вот. Давайте 31 миллион за него. И, ну, 4 миллиона. В год попробуем сейчас вот так вот договориться. Потому что это действительно те игроки, за которыми следил Манчестер Юнайтед. Более-менее я о таких вот трансферных слухах наслышал. Поэтому почему бы и нет. Ну и вот. Сейчас у нас игра на выезде. 93 рейтинг команды. Командный дух. Вот это все такое. Так. Вот это мы уберем. Мне легче сюда Тикитаку поставить в атаку. А здесь контрпрессинг поставим. И можно еще что-нибудь. Так. Нет, не надо стягивания в центр. Да, почему бы и нет. Стягивание в центр тоже прикольно. Под навесы прям сделать. А низкие фланги еще. Вот это тоже прикольно. Так что мы всеми сейчас будем пользоваться. Сохраняем. Переводим время. И поехали. У нас вторая игра. Правда сейчас она выездная. Надеюсь все получится. Посмотрим по лидерам. У Кристалл Пеллза Бентеки за... Кто еще? Таун Сентфон. Ковиате. Ван Анхольд. Кэхил. Сахо. Гуайта. Хеннесси на замене у них есть. Батшуаи. Ауио. Ну классные действительно игроки. Вот Кристалл Пеллза хорошая команда. Вроде их сейчас даже тренер сборной Англии. Бывший тренирует. Который на Евро 2016 тренировал сборную Англии. Итак, выездная игра. Селхурст Парк. Кристалл Пеллза сегодня приветствует нас на своем домашнем стадионе. Не посмотрел я как они сыграли прошлую игру. Мы к сожалению потеряли очки. Но посмотрим как мы сегодня сыграем. Замечательно между этими матчами мы подали два предложения. Причем хороших. Мэдисона и Саюнцу. Можем подписать. На Ван Дебека. Ой-ой-ой. И что творит Ван Дебек, а? Он поборолся. Он в прошлом матче три раза подряд пробивал поворотом. Но вот сейчас именно у него это получилось. Отлично. Первый гол в английской премьер-лиге у нас забивает именно Ван Дебек. Выходим вперед. Супер. Здесь поборолся прям так нагло. И забивает. Спокойно. Но здесь ДХ я не знаю что. Что это было? Почему ДХ до мяча-то не... Я до конца нажимал. Что это вообще сейчас происходит, а? Какие-то два тупых гола. Уж соглашусь, что и мой такой же практически здесь залетел. Что это вообще сейчас ДХ я в какой-то угол прыгал? Мы серьезно сейчас можем проиграть за... Забивает на 90 плюс первый. И все? Не, ну это просто жесть. У них два удара в створ. ДХ я сейчас вообще отпрыгнул. У меня еще мяч почему-то от чемпионата Италии. Да, у них два удара, два створ и два гола. Что вообще это происходит сейчас? Мальчестер самый, наверное, неубедительный старт сезона за всю историю. Так, переговоры, другие команды. Саюн Цу не захотел переходить из-за того, что играет важную роль. А Лестер просит на 4 миллиона поднять стоимость Мэдисона и за 25 миллионов мы его подписываем. Но сейчас, если Смолинга мы продадим, мы скорее всего его продадим. Мне надо искать замену. Мы так ищем. Ну, отлично. Дальше в моей команде Погба. В Хофенхайм откуда у них деньги такие вообще? Бруно Фернандеша в Барселону. Смолинга в Нью-Касл. Ну, давайте, давайте. Нам лишь бы деньги были и игроки не просто просиживали место свое на скамейке. Так, сейчас представление, я думал, Мэдисона будет, но нет. Переговоры. Смотрим дальше. Дехею хотят купить в Уорхэмптон. Вы там португальцев собираете, а не испанцев. Так что не надо здесь путать мне. Дальше. Бернарда хотят в полный трансер. Фулхан. Почему так мало? А, ну, он примерно так и стоит, я так понял. Так, Бернард, ты же молодой, правильно я понял? Да, 20 лет. Нам бы от Гранта лучше избавиться в Литц. Потом я сразу принимаю предложение по Гранту. Он уходит у нас в Литц Юнайтед. Вот. Дехею хотят купить в Наполе. Бруно Фернандеш куда? В Интер. Вот это интересная уже команда. Матича в Мадридский Реал. Вот это, кстати, классный трансер. Я сразу же принимаю, Матич. До свидания, удачи тебе. Это хороший прям трансер. Самый интересный, мне кажется. Дальше. Переговоры. Все. Со всеми мы закончили. Бернарда, да. Фулхан. Давайте тоже отдаем. Все. Ну и два часа у нас осталось. Вряд ли что-то до кого-то там найдут. Вот. Ну а насчет Саюнцу. Я не знаю на самом деле. Переговоры. Типа я больше не смогу. Насчет Саюнцу договориться, да. Сейчас попробуем. Добавим в список его Саюнцу. Так. Игроки. Игроки в списке. Да. Походу нельзя его будет уже в этот трансер. Но подписать. Ну и ладно. Ну и ладно. Мы подписали Мэдисона. Сейчас посмотрим номер. Какой он взял себе. Седьмой, кстати. Неплохо. Неплохой выбор. Пропустим один час. Я бы вообще все сейчас скрипал. Потому что. Ну какой-то ну что. Все. Период трансеров закончился. Мы подписали только Мэдисона. Вот. Саюнцу не получилось. Потому что он, видите ли, играет серьезную роль у себя в команде. Главное, больше предлагать не знаю. Вот. Сейчас у нас Лига Европы против Абердена. Почему-то. А, да-да-да. Или это Лига Чемпионов там или Лига Европы. Я что-то не понял. У нас же жеребевка как бы типа прошла. Мы победим. Все такое. Ну и все. Лига Европы или Лига Чемпионов? Лига Европы. Хотя Манчестер и Неддет участвуют в Лиге Чемпионов. Странно. Почему так? Решил про Эволюшн. Я думал, я сейчас в Лиге Чемпионов поиграл за Манчестер. Но нет. Как оказалось. Так. Линдер, да. Решили только сейчас в Атлетик Бильбао. Мы его, естественно, сплавляем туда. Работа скаутов. Кого-то нашли. Центрального защитника. Вот. Дэвинсон Санчез. 24 года. И Шкринер. Кто из них повыше там? Шкринер. Поэтому без проблем. Я сейчас попробую Шкринера взять. Отлично. Вот он. Согласен. Давайте 3. И здесь 3. На 3 года. Тогда. Все. Милан Шкринер может сейчас присоединиться к нашей команде. Здесь мне тогда... Ну все. Здесь мы можем отключать вообще всех. Потому что я абсолютно всех нашел. Мне еще и Одегара нашли. Только что-то сейчас. Так. Работа скаутов. Отключить. Отключить. И здесь... Ну посмотрим, кого мне здесь нашли. Артура Брозовича. Давида Алабу. Томаса Парти. Который в Арсенал, кстати, пришел. Я просто сделаю вот так. Включить. И пусть укрепление слабых мест. Общий рейтинг. Как все-таки скауты думают, где у нас слабые места. А те и будем смотреть, если что. Лингард. Сборная месяца. Никто там у нас не появился. Погба. Бруно Фернандеш. Джеймс. Марсиаль. Баи. Гринвуд. Далот. По плюс одному рейтингу, кстати, прибавили. Молодцы. Да. Лига Европы у нас. Лига Европы. Я думал, мы в Лиге Чемпионов будем. Но нет. Тут вообще странно. Спортинг. Базель. Аберден. Кстати, все команды известны. Поэтому это уже прикольно. Вот. Сейчас играем с Аберденом. И на этом, получается, заканчиваем. С Лестером мы начнем следующий выпуск. Получается. Наша скамейка запасных на вот этом вот и заканчивается. Так. У нас есть. Ух, как мы быстренько. Смотрите. Очистили от всех. Это замечательно. Так. Попробую вместо Фреда Мэдисона, если что, на скамейке. Посмотрим. Дальше. Давайте Вильямс оставлю, потому что форма у него повыше будет. Возьму Гринвуда вместо него. А вместо Иланги я возьму Игало. Вот. Такие вот у нас дела. Всех посмотрим. На самом деле. Мэдисон сильно. Ух ты. Вы посмотрите. Мэдисон-то плюс 90. Плюс единичку даже дает. Давайте он в старте выйдет. Я не знаю, как так вышло. Но посмотрим. Это мне интересно. На самом деле сейчас Мэдисона посмотреть в старте сразу. Что он даже лучше Ван Дебека. Аберден, Манчестер. Поехали. Итак. Выездная игра у нас в Лиге Европы. Против Абердена мы играем. К сожалению, я вообще не в курсе, почему Манчестер и на этот, да еще и в Лиге Европы. Тогда, кстати, это была моя единственная... Что это вообще проходит? Я просто не понимаю. Потому что из-за того, что я так много этих понаставил здесь в плане игры. Марсиаль. И... Джеймс сравнивает. Отлично. 1-1. 30-я минута. Мы на выезде сравниваем счет. Поздравляю Джеймса. Ну, тоже же он поучаствовал, почему в этой атаке. Мэдисон здесь на Решарда. Решарда на Марсиале. Марсиаль пробивает. Здесь Джеймс отлично мяч подбирает. И все. Это 1-1. Вот. Беги, Решард. Беги, Форест. Что это? Маркус. Алло. Тут просто надо уже было забивать. И отлично. Марсиаль с голевой от Мэдисона забивает. Супер. 2-1. Камбетчик небольшой не произошел. Решард здесь на Мэдисона. Мэдисона еще такой на Марсиале. И тот-то наконец-то получилось у нас пробить. Отлично. Марсиаль забивает дубль. Бруно Фернандеш отдает на него голевую. И это 3-1. Я вообще не понимаю, что было в начале. Почему ДХ я так пропустил. Вот. А вот и Хендерсон-то, а? Не зря я выпустил. Он показал себя, когда наши игроки обороны устали уже в конце. Матч, а вот он-то нормально. Он заряженный вышел. Понял, что ДХ я натворил делов. Ну и все. Победа 3-1 над Аберденом. Наша наконец-то первая. Мы все успели в этом выпуске и проиграть. И вничью сыграть и победить. 8 ударов, 5 створ. Морщали в лучшую группу матча. Да будет за нами победа наконец-то. Ну и мы на первой строчке. Спортинг. Минимально обугал Базель. Вот такие вот дела. Да, поэтому, друзья, на этом мы заканчиваем с вами выпуск. Следующие у нас три игры. Сейчас мы с вами их тоже увидим. Лестер, Ухом, Арсенал. Кстати, уже интересно. С самого начала другие команды. Шкринер. Ну и ладно. 5 миллионов стоимость трансера. Кстати, не так уж и много за него просит. Всего лишь 29 миллионов. Ну и 5-400 в год мы соглашаемся. И Милан Шкринер присоединится к нам в зимнем трансерном окне. Так что я буду надеяться на то, что у нас не будет никаких проблем с Линделевом и Магуайром. Да и с тем же бои. Потому что Шкринер приходит на замену как Смолингу, которого мы продали. Но теперь, скорее всего, вот у нас, я все-таки думаю, Линделев насядет на скамейку. Вот Магуайр. Все так же незаменимый в обороне. Ну и вот, кстати, Арно Пойгмал. Что это такое 19-летний паренек? Хотят его на полный трансер в Керен. Так, без разницы, мы соглашаемся. Все, уходит. Лингард переходит в Атлетико Бильбао потом зимой. Но мы получаем все. Да, на этом мы завершаем выпуск. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики и стримы, которые у нас проходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok